11.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» в эфире. В студии Дарьи Топузлиева и Анна Лапшина. Всем здравствуйте. Мы возвращаемся с новогодних каникул. Мы надеемся, что все наши слушатели отдохнули, что все здоровы, целы и готовы приступить к работе с новыми силами после вот этого, я не знаю, для кого-то продолжительного, а для кого-то непродолжительного отдыха. У нас сегодня две темы. Сразу же переходим к первой, чтобы не терять времени. Я ее обозначила, как в Кирове появится открытая площадка-коворкинг для студентов, но на сайте Вятского государственного университета новость называется «Кампус между 16 и 14 корпусами ВятГУ быть». В студии у нас Константин Бажин, проректор Вятского государственного университета и куратор проектного офиса ОСИ ВятГУ. Константин Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. И Виктория Крысова, заведующая кафедрой дизайна и изобразительного искусства Вятского государственного университета. Здравствуйте. Добрый день. А речь пойдет о площадке. Я так понимаю, что площадка это в районе корпусов на Красноармейской, там, где дворец молодежи недалеко. И это будет открытая площадка, открытое пространство, которое смогут использовать не только студенты, но и все жители города. Все верно? Да, все правильно. Мы рассчитываем, что именно такое же, именно такое пространство нам и удастся создать в мае 2020 года. Можем мы немножечко территориально все-таки ограничить его, да? Границы, где это будет располагаться точно? Ну, я вот смотрю, тут квадрат, получается, Свободы, Красноармейская, Ленина, да? Да, это совершенно верно, где как раз находятся у нас три корпуса больших. Это корпус 14-й, он находится, угол Красноармейской и Ленина. Дальше идет 16-й корпус, это угол Красноармейской и Свободы. То есть это старый корпус бывшего педуниверситета, да? Большего педа, многие его помнят, вот тот внутренний двор, который многим не давал вопроса, вот что там можно сделать, он же большой, хороший, красивый, огромный. И в этом году у нас появилась возможность с помощью агентств стратегических инициатив его реконструировать и сделать вот такой открытой площадкой, прежде чем для студентов, для преподавателей и для тех, кто живет в этом районе. А туда вход будет открыт. Я просто вот сейчас, я не знаю, как там все устроено. Раньше там был забор, мы там периодически играли, там площадка была заасфальтированная, правда, мы там иногда играли в футбол, но туда, чтобы попасть, нужно было пройти через... Забор там есть сейчас, потому что это любая территория университета, она, конечно же, имеет границы. Вот как только мы в мае выполним эти работы, мы одновременно к этому решим вопросы и с пропускным режимом. Но на скидку это может быть режим какого-то городского парка, который обычно у нас открывается... Утром. Утром, вечером закрывается и в течение дня там есть возможность заходить, пользоваться. По такому режиму у нас сегодня... С восьми до десяти вечера он будет открыт. Да, у нас сегодня ботанический сад по такому режиму ровно и живет. Утром мы его открываем, день, возможность для посещения, вечером мы его закрываем. Давайте тогда, наверное, начнем с самого начала, то есть за счет чего, в рамках чего получится реализовать этот проект, как ВИАДГУ в него попал. Насколько я знаю, очень активно включали кировчан в эту работу по голосованию, она, по-моему, в два этапа была, или что за тонкости там? Два этапа, я сейчас стартовые вещи расскажу, потом Виктория Анатольевна о детали добавит. С чего все началось? Началось, наверное, с отбора университета для участия в проекте образовательный интенсив «Остров 10-22». И мы не раз с вами в этой студии говорили о том, зачем нам это было надо, зачем мы посылали такой делегатский результат у нас с этого участия. Вот это один из результатов. Мы на «Острове» по результатам работы подписали соглашение с агентством стратегических инициатив. В рамках соглашения у нас появилась возможность участвовать в их финансируемых проектах, что важно. Обычно они проекты не финансируют, они оказывают организационную поддержку информационную. Это один из многих финансируемых проектов. И всем вузам страны было предложено поучаствовать. Мы в числе 30 заявились. Каждую неделю проходил отбор по группам этих вузов, которые формировали сами агент стратегических инициатив. И уже в финальную неделю 6 вузов-победителей каждого из предварительного отбора соревновались за право стать финалистами. Вот войти в число тех трех вузов страны, которые получат возможность организовать вот эту каворкинговую зону на своих территориях. Это федеральный проект, проект по благоустройству при университетских территориях. Он уже имеет свою историю. Есть победители 2017 года, 2018. Но в 2020 году вот в таком ракурсе он разворачивается, пожалуй, впервые. И мы стали победителями. Рассчитываем, что весной при участии консультантов агент стратегических инициатив, вот этих трех инициативных команд, вошедших в число финалистов, у нас тоже с нашими силами это появится. Помимо нашего вуза в числе финалистов еще Тольятти, Тольяттинский госуниверситет, и Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова. Это Ростов? Я путаю, может быть. Это Новочеркасск. Новочеркасск. АСИ в итоге какую роль будет играть? Только консультативную помощь будет оказывать? АСИ будут оказывать консультации, проведут обучающие семинары для команд вузов, которые разработали эти проекты. И затем под их руководством здесь уже на территории трех вузов, в городах, которые были сейчас перечислены, будут оборудованы, будут реализованы, воплощены в жизнь, в металл, в дерево, в иные материалы. Вот те идеи, за которые все активно голосовали. То есть АСИ оказывает финансовую поддержку, оказывает поддержку мозгами, что называется, да, то есть подключает специалистов, да, к нашим специалистам будут приезжать специалисты агентства стратегических инициатив, да. А вот в целом все работы будут курировать уже здесь на месте. Наш, получается, как бы наш офис. То есть планируется, что вот команда агентств стратегических инициатив со своими консультантами приедет сюда в Киров в мае вот в этот час икс, неделю икс, когда активное строительство непосредственно уже начнется. А два других победителя, у них аналогичные проекты? Да. То есть это тоже какие-то площадки? Это тоже при университетской территории, вы видели их на сайте, все, ну, пошли, наверное, по пути схожему с нашими, выбрали ту зону, которая непосредственно прилегает к университету и которая прежде всего направлена на решение задач, интересов студентов, живущих в этом районе, преподавателей. Вот по поводу самого проекта, его стоимости, да, насколько в итоге получается эта идея дорогой, потому что ни раз и не два мы уже в этой студии тоже проговаривали, что вложить много денег – это не всегда хорошо, не всегда добро, то есть к чему это приведет, непонятно. Да, и, кстати, средства ведь будут не только агентством стратегических инициатив, я так понимаю, что мы-то тоже вкладываемся в этот проект? Или нет? Или пока еще не решено? Да, здесь вопрос сметы, ценника, его пока не звучит. То есть мы рассчитываем, что здесь будет результат совместной работы. Да, какие-то ресурсы непосредственно есть в агентстве стратегических инициатив, и они оплатят там стройматериал, рабочую силу, инструменты и прочее. Мы рассчитываем, что что-то вложит университет, потому что мы и так планировали этот проект реализовывать, здесь мы это сделаем просто быстрее и раньше использовать «Факт Победы». И мы рассчитываем, что партнеры, которые есть возле нашего университета, мы же видим, что в голосовании принимали участие и выпускники, и граждане России, те уже, которые имеют зарубежное гражданство, но тем не менее вспомнили, обрадовались, что это наконец-то может быть реализовано и тоже отдавали свой голос. Мы рассчитываем, что и вот этот вклад там материальный, имущественный, финансовый тоже нам поможет. Я предлагаю сейчас прерваться на полминутки, буквально потом мы уже пообщаемся с Викторией. Виктория поподробнее расскажет о самом проекте. Продолжаем беседу. Вот сам проект Виктория Крысова, заведующая кафедрой дизайна и изобразительного искусства Авиатского госуниверситета. Как он разрабатывался? Насколько я помню, спрашивали, был еще опрос, то есть что хотят видеть там непосредственно студенты, были разные варианты. Это сразу учитывалось при разработке проекта или потом вы это как-то дорабатывали? Привлекали ли студентов вообще к самой вот технической части? Ну, изначально часть этого проекта у нас, скажем так, точно была реализована в рамках учебных заданий. То есть студентам предлагалось рассмотреть, как они видят территорию, внутреннюю территорию вот между 14 и 16 корпусами. Идей было много интересных. Но, скажем так, это студенты фантазируют, студенты направления подготовки дизайн и градостроительства. Этот же конкурс позволил нам, скажем так, мобилизовать силы студентов, чтобы они все-таки реально взглянули на картинку. А для того, чтобы реально взглянуть, был проведен образовательный интенсив. То есть студенты с 1 по 4 курс были вовлечены. Им было дано задание не просто пофантазировать, а пофантазировать уже предметно. То есть для этого у нас была досконально проанализирована, скажем так, внутренняя территория, прилегающая. То есть возможность в том числе и доступа горожан, то есть где находятся у нас остановки, кто вообще живет, проживает в этом районе. Дальше была запущена у нас онлайн-анкета через группу ВКонтакте, где мог принять участие любой желающий. Не только студенты и преподаватели, которые активно принимали в этом участие, но и, скажем так, жители, ближайших, выпускники. То есть чтобы они хотели видеть, вообще знают ли они, что есть такой двор, как они его себе представляют. И после этого, значит, после этого анкетирования действительно увидели, что интерес к этой территории есть. При этом интерес проявляется в том, что хотят видеть не просто площадку, так скажем, пассивного отдыха, а площадку для творческой самореализации. Для творческой самореализации студентов разных направлений подготовки. Потому что были высказаны основное, что это они хотят видеть, амфитеатр, каворкинг творческий. Они хотят видеть зону кинолектория. То есть идея шла такая, чтобы здесь можно было творчески развиваться, проявлять себя как через арт-объекты, через граффити, через, возможно, музыкальные представления, литературные вечера и так далее. И вот именно на это был сделан упор при разработке концепции дизайн-проекта, так называемого изначально свободного квартала. А вот вы начали когда говорить про то, что на этапе, когда только подключили студентов, то есть многие фантазировали, так сказать. Вот фантазии и реальность, они вообще сильно отличались? Вот когда люди поняли, что это действительно проект, который имеет право на существование, и вот нужно отложить уже свои какие-то там... Хотелки. Что там было в числе этих хотелок? Открытый бассейн, например. Ну да, в том числе открытый бассейн, да. Они, например, хотят, чтобы там находилась кафетерия, чтобы у нас был кафоркинг, допустим, где мы можем не только что-то, общаясь, коллективно делать, да, но чтобы там прям можно было пилить, стругать, ну, с такими глобальными запросами техническими, скажем. Но в любом случае мы должны учитывать и возможности коммуникации, и вообще территории внутренней, технику безопасности. Кроме того, конечно, изначально в фантазиях были и качели, и горки, то есть, ну, студенты начинали, скажем так... Горки-то им зачем? Ну как? Скажем так, может быть, идея детских площадок, так была у них интерпретирована, знаете, многоуровневая различная секция, для того, чтобы можно было и посидеть, и покачаться, и поработать, скажем так. Ну, родители, например, приходят, студенты, родители приходят с детьми. Да, подожди, ты это как себе представляешь, потому что ты пришел на занятия, ставил ребенка на площадке. Если это открытая будет зона, я так понимаю, что она и в выходные дни будет работать, наверное, да? Ну, мы сейчас обсуждаем, в зависимости от того, что будет реализовано непосредственно в мае 2020 года, будет возникать вопрос о целесообразности, например, работы. Ну, а времени использования, да? На сегодня университет работает по шестидневке, поэтому суббота у нас тоже рабочий, и доступ к учебным корпусам на территории университета, он по субботам тоже возможен, и это осуществляется. Ну, просто мне кажется, что когда студенты спрашивали, что бы они хотели там видеть, вряд ли они первоначально задумывались о жителях близлежащих домов. Скорее всего, это изначально было про студенчество, про молодежь для себя. Азарт, жизнь. Ну, я так понимаю, что вот какой-то спортивный такой, такая спортивная составляющая все равно там есть, да, небольшая пусть? Ну, спортивную площадку, да, многие отмечали, что хотели бы видеть, но, опять же, спортивная площадка многими рассматривается по-разному, то есть не просто как футбольное небольшое поле или поле для баскетбола, а создать, например, сеть дорожек, чтобы можно было на роликах покататься. То есть в таком плане. Ну, вот смотрите, да, по поводу вот этой футбольной площадки. Я не знаю, там до сих пор есть вот это, его уже нет, да? Печально. Ну, про что сейчас? Что есть, чего уже нет? Раньше была, я не знаю, ее назначение, на самом деле, это не поле для мини-футбола было, то есть потому что она была асфальтом покрыта, ну, то есть и вроде бы и площадка. Там была хоккейная коробка. Хоккейная коробка, ну, то есть мы там играли в футбол, потому что играть больше, как ты понимаешь, в Кировине где-то. Сейчас где-то еще что-то появляется. То есть раньше никаких возможностей для этого не было, и мы даже там проводили какие-то любительские матчи. То есть собирались, ну, там, не знаю, там, человек 100-150, и вот если бы, например, была какая-то такая действительно площадка, действительно площадка, где можно было играть, но в тот же самый мини-футбол и какие-то, ну, хотя бы 2-3 ряда трибун, то есть это уже создавало бы какую-то активность вот внутри этой зоны. Вот то, о чем мы всегда говорим, там, о притягивании людей, о том, что ты не просто пришел, посидел, я не знаю, на скамейке, а действительно там постоянно какая-то жизнь бурлела. Мне кажется, территория все-таки ограничена, чтобы отдавать там большое, достаточно, ну, большую площадь под спортивную именно такую большую арену. Нет, она небольшая была совершенно. То есть это вот именно для дворового, я не знаю, ну, вот прям совсем-совсем любительского футбола. А вот я сейчас, кстати, спрошу наших гостей, а вообще эта территория сейчас как используется, ну, вот кроме того, что там какие-то есть пустые совершенно, да, без наполнения участки, там есть что-то вот, что вузом используется? И останется ли это потом? Какие-то помещения технические, может быть, еще какие-то надобности? Ну, на сегодняшний момент в этом проекте мы говорили об использовании свободных зон, об использовании свободных площадок. То есть те объекты, те здания, которые стоят, они, безусловно, останутся, мы их перепрофилировать пока не планируем. Ну, или точно вот не в связи с этим победой в конкурсе. Речь идет об использовании того, что есть. И тот, кто был в этих корпусах, тот видел, что там есть и деревья взрослые, там есть тень от этих деревьев, там есть естественные укрытия, где можно провести время. Вот хотелось бы обустроить эти моменты прежде всего. И вы же совершенно правы. Даже если там горожане не увидят себя в этой площадке, мы понимаем, что для нас это не беда. У нас вокруг этого квартала, почему назвали это кампусом свободный квартал, у нас несколько своих общежитий с большим количеством студентов, проживающих. И для них возможность буквально шаговой доступности на роликах покататься, поиграть, если будет где посидеть, спокойно позаниматься, это актуально. Вот здесь выходные, просматривал ленту ВКонтакте, и было немало вопросов про то, открыт ли университет, вот эти закончившиеся новогодние каникулы, чтобы спокойно посидеть, поготовиться к экзамену. То есть эта востребованность есть, и наличие этой площадки, этот дефицит будет закрывать. Планируете ли как-то привлекать бизнес к развитию этой территории? Потому что, ну, по крайней мере, на плане все равно указаны два, насколько я понимаю, кафетерия. Они чьими-то силами будут организованы, или они здесь вот в плане пока номинально? Или это студенческий какой-то бизнес будет? Возможно, и студенческий бизнес будет. Возможно, выпускники к нам присоединятся. Ну, потребность есть. То есть студенты видят себе здесь во время, когда находятся на этой территории, чтобы была возможность ему присоединяться. Ну, это естественно, да, потому что если ты пришел, даже если ты пришел готовиться к экзаменам, например, на свежем воздухе, где-нибудь в тени деревьев где-нибудь, то хочется, я не знаю, напиток какой-то купить, или бутерброд какой-то съесть, не ходить там в магазин за пару кварталов, переходя две дороги, да, а все-таки прямо здесь. Мы не зря это называем свободным кварталом. Вот сейчас, когда мы вошли в число финалистов, пока до мая-апреля есть еще время, вот инициативы желающие люди, мы их принимаем, мы готовы с ними разговаривать на эту тему. То есть, не только от студентов, но и от всех остальных жителей города тоже можно. Да, если мы посмотрим опыт европейских вузов, где вот тема питания, тема каких-то сервисов по обслуживанию, это прежде всего тема студенческих, студенческих профсоюзов, студенческих каких-то объединений. Если вот здесь студенты с этим выйдут, самоопределяться, мы готовы это рассматривать. Конечно же, минимальный формат вот от имени вуза мы это готовы организовать, но хотелось бы, чтобы это было не столько вот вложением в вуза с использованием оси для студентов, это было вложением самих студентов, их интеллекта, сил, желания. Пожалуйста, это полигон еще и для отработки вот совершенно различных навыков. Еще важный вопрос, который тоже задавали в комментариях, я помню его, да, видел, когда голосовала и писала комментарии сама, как будет использоваться эта территория зимой? Потому что как она будет использоваться летом? Как эта территория будет использоваться большую часть года? Давай так. Хорошо, 9 месяцев в году в Кирове зима, так или иначе. Ну, либо холодно, либо снег. Плохая, хорошая, с дождем, снегом. Но зима, тем не менее. Там, это открытая площадка, то есть никаких там крытых каких-то вот, ну, навесов, помещений, вот это вот все, это как-то будет, нет? Ну, на данный момент там нет, но, естественно, это предусматривается, так как мы все равно понимаем, в каком климате мы живем, и не только снег, но и дождь, учитывая нынешнее лето, какое оно было. Да, рассматриваются варианты крытых пространств, но, естественно, при планировании, опять же, этих сетей дорожек, скажем так, пешеходной зоны будут предусматриваться так, чтобы это было и удобно, легко в обслуживании. То есть либо это будет расчищаться, либо это, если позволят возможности... Будет подогреваться. Да, подогреваться. То есть мы думаем над этим вопросом. Ну, мне кажется, видишь, проблема отсутствия какого-то зимнего наполнения, она, наверное, актуальна для всех кировских парков, потому что вот где, чем заняться? Нет, все понятно, конечно, там с парками, да, но парки-то уже есть, они готовы, то есть мы уже их имеем, а здесь есть площадка, которую мы можем там с самого начала как-то так спроектировать, чтобы и вот этот фактор тоже учесть. Ну, я думаю, в УЗУ студенты тоже будут благодарны, если эта территория может и зимой использоваться. Я не знаю пока, мне тоже сложно представить, ну, вот с дорожками и с подогревом ещё можно там предположить, да, а как вот обогрев всей этой территории будет осуществляться, ясно же, что вы там стены стеклянные не построите вокруг и крышу не поставите, да. Может быть, какие-то, я не знаю, вот как в Европе стоят эти такие стационарные маленькие печечки обогревательные, да, где-то рядом с кафе, от которых горячий воздух идёт, и там можно сидеть в курточке, например, и не так холодно. Вот, может быть так, да? Может быть. Можно поставить бочку и сжечь в ней костёр, да. Но мне кажется, на самом деле, ведь эту функцию могут выполнять как раз вот эти кафетерии, то есть это то место, да. Ну, закрытые территории, куда можно зайти и покреться. Да. А вот с точки зрения там какой-то спортивной активности, вот ролики там на лыжи менять или там на коньки обычные, пока я так понимаю, что тоже нет вот конкретики какой-то. Сейчас мы говорим, вот и проект он создавался, он проект создавался как весенне-летняя площадка. Дальше всё будет зависеть, наверное, от инициативы, от желания. Сам почувствуем, что территория действительно начинает притягивать и будет реальный, осознанный спрос, то можно рассуждать. Мы же здесь очень экспериментируем, буквально на днях запускаем тему с бесплатным посещением бассейна для сотрудников и студентов. И, может быть, вот те инициативы, которые будут реализованы, они снимут какой-то вид потребностей, запросов именно в этой площадке. Всё-таки у нас будет возможность здесь, если мы сейчас говорим в январе 2020 года, ну, до октября, наверное, понять, что же конкретно будет актуально вот в этот зимний период, в сезон декабрь 2020, январь 2021. Первый, посмотрим, вполне возможно. На самом деле, да, действительно, зачем туда лыжи, условно говоря, вводить на эту площадку, если через дорогу есть Гагаринский парк прекрасный, да, где можно на свежем воздухе тем же самым заниматься, трасса значительно длиннее. Ну, здесь, смотри, мне кажется, можно к этой территории подтягивать ведь и окружающую, то есть, условно говоря, если у тебя люди просто там не едут погулять в Гагаринский парк, да, потому что там, ну, что летом детские аттракционы, и больше ничего не происходит, собственно, и для молодежи-то там заняться нечем. А если здесь будет уже какая-то территория, которая притягивает именно людей там... Студенческого возраста. Студенческого возраста, да, то также могут оказаться задействованные площадки вокруг, и кто-то и на лыжах, может быть, начнет в Гагаринском парке кататься. Я, кстати, не знаю, там прокладывают лыжню или нет. В наше время было. Ну, смотрите, мы сейчас, если смотреть на опыт других вузов, например, с Колковым можно посмотреть, можно посмотреть Санкт-Петербургский университет. Вот те собрать Санкт-Петербургский университет, у них похожая ситуация. У них большой внутренний двор, он огорожен вот именно зданиями, и как они его используют? Они используют его там для городских праздников. Там стоят малоархитературные формы. Зимой там меньшая степень востребованности, начиная вот с весны до поздней осени, это крупная городская площадка, которая и для студентов, и для города используется. Поэтому, если мы сможем реализовать вот это, то у нас к привычным местам, к инженериуму, ботаническому саду, добавится еще одна площадка, где можно делать то, что до этого мы не могли делать в имеющихся. Константин Бажин и Виктория Крысова. В нашей студии мы говорим о открытой площадке, каворкинге между корпусами 14 и 16 Вятского госуниверситета. Это внутренний дворик Красноармейской свободы. Сейчас сделаем небольшой перерыв на полторы минуты и вернемся. Продолжаем разговор о кампусе между 14 и 16 корпусами Вятского государственного университета. Это корпуса на перекрестке Красноармейской и Свободы. Напоминаю нашим слушателям, большой внутренний двор, который уже весной этого года начнет преобразовываться в некое открытое пространство для студентов, и, что самое важное, и для жителей города, которые студентами не являются. То есть тут возможность тебя почувствовать еще, вернуться в молодость в некотором смысле. Это правда, это очень приятно, когда ты возвращаешься, особенно если ты какое-то отношение еще имел к этим корпусам в свое время. Оказаться там и посмотреть, и как все это преображается, это замечательно. И вот теперь по срокам. Давайте все-таки мы чуть более конкретно про работу поговорим, наверное, Константину Сергеевичу будет вопрос. То есть весной ОСИ приезжает, весной начинает работать большая команда, наше и агентство стратегических инициатив совместно. К октябрю вы сказали, уже будете вы понимать, нужна эта площадка в зимнем виде, активно используемая, или можно там эти все активности зимние где-то по соседству расположить. Есть ли вообще какие-то дедлайны или что-то? Или все на ваше усмотрение? Почему? Мы рассчитываем, что вот этот этап реконструкции, он будет сделан в мае месяце. Сейчас коллеги познакомят с нас с графиками, с графиками, по ощущениям это должно быть в мае месяце. То есть в лето университет зайдет с преобразованной площадкой, и он начнет уже работать. То есть к следующей сессии студенты уже там могут готовиться? Да. Это хорошо. Смотрите, да, вот к тому вопросу, который я изначально задавала про стоимость работ. Вот в мае, да, как начнется работа? Потому что знаем, что есть там разные способы, вплоть до того, ну, до временного озеленения, да, например, то есть мы не высаживаем здесь дерево, оставим, условно говоря, там какую-то катку просто с ним, и смотрим, как она работает там с пространством, с людьми, то есть не мешает ли, не знаю, проходу людей. То есть тут будут какие-то такие, применяться тоже, или все вот капитально делаем, а там уж привыкайте к тому, что есть. Ну, я предлагаю это сделать предметом нашей следующей беседы, потому что все-таки итоги конкурса были объявлены только в полдень 30 декабря, и мы сейчас с организаторами еще вот не уточняли детали по особенностям реализации каждого из проектов, задавали вопрос про сметы, про очереди внедрения. То есть вот это еще то, что предстоит уточнять, но причем не в императивном режиме, нам сказали, вы делайте так, вот это все будет в виде семинаров, в виде сессий, где мы будем совместно обсуждать, и, возможно, в процессе обсуждения то, что для нас там не было очевидным, мы возьмем и включим в свой проект, а коллеги вот из двух других вузов-победителей из Тольятти, из Новочеркасска скажут, а мы у себя сделаем так, как вятки придумали. Вполне такой вариант. Ага, то есть это не так, что вот прошел, условно говоря, этот конкурс, выявлены победители, и все, теперь все отправляются в свободное плавание. печати, нет, нет, это определенная дискуссия. Ну, только начало большого пути. То есть будут вплоть до май будут проводиться еще какие-то мероприятия, где вы будете все пересекаться, встречаться. Да, организаторы именно эту идею закладывали, ведь задача здесь не сделать, не освоить бюджет, задача сделать так, чтобы вот те команды, о которых Виктория Анатольевна сейчас говорила, они укрепились, чтобы это было сделано прежде всего там силами и при участии студентов, чтобы они и свои профессиональные навыки по тем специальностям, которые осваивают, получили. И сообщество сформировалось с людей, которые готовы преобразовывать. В конце концов, у ВУЗа еще много площадок, много корпусов. Совершенно верно. О преобразовании территории, о которых мы тоже говорили в нашей студии, да. Ведь у студентов, у преподавателей должна быть возможность сделать своими руками и почувствовать. Вот мы говорим про инициативное бюджетирование, про активных горожан, про проект поддержки местных инициатив, но порой встает вопрос, а откуда берутся эти люди, ну или по-другому, а почему они не берутся, почему никто не заявляет с инициативой, потому что их не воспитывали и не учили это. Да, этот проект как раз про то, что ты можешь предложить инициативу, ты можешь ее реализовать, ты должен нести ответ, ты должен понимать, что несешь ответственность за эту идею, и, пожалуйста, у тебя есть возможность ее реализовать. Вот студентов сейчас на этом этапе обсуждений встречи с теми же самыми коллегами, с другими финалистами будут подключать? Ну, конечно. Или это только для руководящих составов? Нет. В любом случае образовательные инициативы будут проходить и для студентов, но, по сути, это их проект, это их видение и их применение профессиональных навыков. А есть какая-то конкретная группа, там, арт-группа, я не знаю, которая работала над этим проектом, или это действительно настолько вот сборная солянка, что, условно говоря, там, на обратной стороне листочка даже авторов не перечислить? Нет. Есть у нас группа активных студентов, они у нас были заявлены как команда. Это студенты, прям пофамильно можно перечислить. Если их не очень много, почему нет? не 50 человек. Студенты третьего курса направления подготовки дизайн-среды это Ардышева Софья Кулябина Анастасия. Это студенты направления подготовки градостроительства Веронычева Ксении и Зубарева Анна, Сичихина Диана и Симашкина Софья. И возглавляет эту группу студенты четвёртого курса. Это уже кураторы этого проекта направления подготовки дизайн-среды Наговицына Софья и Кошкина Ирина. Вот ВУЗ должен узнать своих героинь. 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 Героинь, а не девушки. Да, но вот кстати, у меня вопрос. Я вижу огромное количество каких-то идей пока, которые предложены может быть схематично именно в презентации. Но я понимаю, что очень многие вещи, которые там у вас заявлены были, ну как пример, в других ВУЗах и в других странах в том числе, они тоже могут быть использованы. Там какие-то лавочки светящиеся, подсветка, какие-то деревянные красивые конструкции. Вот сейчас нам Виктория называла студентов, которые ну всё-таки архитектура, дизайн, ещё что-то. А ведь есть студенты и других направлений, других специальностей, чьи знания тоже могут быть использованы. Те же там какие-то инновационные методы подсветки, ещё что-то. Та же озеленение, та же деревообработка, ещё что-то. Вот это вот всё их же тоже можно вовлекать в эту группу. Экономисты могут просчитать сметку. Мы знаем, где достать дешевле. Конечно же, вы правы. Но ведь смотрите, у любой идеи, когда она живёт, начинает реализовываться, всегда есть ядро, которое её двигает. Вот это ядро сейчас, эти фамилии, они были названы, они, честно говоря, есть и в презентации, то можно их увидеть. И вот когда есть люди, которые это двигают, всегда к ним начинают подключаться те, кто желают принести свою идею. Для нас ценным было, чтобы появились именно это ядро, которое... То есть центр притяжения такой, да? Совершенно верно. Который к себе истягивает всех инициативных студентов с разных специальностей. Ну вот мы сейчас, да, фамилии озвучили, я думаю, если кто-то там из студентов слушал, услышал, что этим занимаются их знакомые, то вот как раз-таки могут и подтянуться. На этапе вообще проведения самого конкурса, смотрели ли проекты других коллег, как-то обсуждали их, что про наш проект говорили люди? Смотрели... Или каждый работал в своей группе независимых? Мы смотрели, конечно же. И вот на мой взгляд, это обсуждение и первый этап, и второй был очень таким дружественным. То есть не было каких-то заслуживаний, не было каких-то нелестных, некорректных комментариев. То есть в основном были предложения конструктивные. Действительно, когда читаешь ленту, а вот сейчас по итогу оказалось около 400 комментариев, которые организаторы расставили за нами, они большинство конструктивные, читаешь и думаешь, ну да, это надо было учесть, об этом стоит подумать, и об этом тоже стоит. То есть люди не просто отписывались для галки, и действительно вносили какие-то предложения. А там требованием даже это было на самом деле. Я тоже удивилась в свое время. ты ведь всегда можешь написать, что там давайте больше скамеек или я не знаю, ну то есть... Ну да, приятно, что вот именно таких формальных не было комментариев. То есть вот именно предлагали то, чтобы позволило развить территорию, сделать ее функциональной, многогранной, чтобы разные сценарии и возможность вот входа жителей в эту территорию. Мы можем себя похвалить. Все-таки, наверное, вот это качество комментариев было вызвано востребованностью идеи. Потому что многие учились, работали, ходили здесь, и вот это ощущение, что с этим пространством что-то нужно сделать или вдохнуть в него новую жизнь, оно витало очень давно. Сейчас у нас эта возможность появилась, и люди откликнулись. будь эта идея привязана к другим корпусам, наверное, мы не получили такого количества живых откликов, вот, а здесь мы попали. И, наверное, это заслуга еще и команды студентов, которая, выбирая между различными площадками, сделала выбор, остановилась прежде всего на этой площадке, и дальше тема пошла. Вот, опять же, если возвращаться к самому конкурсу, если говорить не только там о финалистах, но и вообще обо всех участниках, наверняка тоже там все это просматривали, есть ли какие-то вообще тренды вот на общероссийском уровне, то есть вот посмотрели, вот действительно люди в большинстве своем предлагают вот это, или вот то, или хотят видеть какие-то такие вот варианты проведения досуга, или что-то. Россия большая, и везде потребности разные, ну, потому что там разброс-то ведь тоже был огромен, наверное, 30 вузов на стартовом этапе, и 6 потом, как бы вот уже в процессе отбора финалистов, да, короткий шорт-лист и длинный шорт-лист, что называется, да, помню, ну, Тихоокеанский, по-моему, был университет, мне кажется, там иная совершенно среда, в том числе там ландшафт даже другой, наверное, чем у нас. И вот вы правы, задача конкурса вообще этого была сформировать какой-то альбом, набор лучших практик, которые можно или в целом, или полуэлементно внедрять в каждом вузе. У нас страна действительно большая, Тихоокеанский университет с одной стороны, Мурманский, с другой, Ростов-на-Дону с Южно-Федеральным а в третьем, там климатические условия даже разные и возможности для реализации и требования качества этих конструкций совершенно разные. Поэтому здесь ценность, наверное, вот в этих решениях, которые были предъявлены как в списке 30, так, собственно, и в трех, из которых можно всегда выбрать интересный элемент и продумать, как его стоит внедрить, как его можно внедрить в той территории, которая есть. Потому что итогом конкурса будут не только вот там три реконструированных территории. Итогом конкурса станет очередной альбом уже 2020 года с лучшими решениями по богоустройству при университетной территории, который будет растиражирован для всех вузов страны. А вот, кстати, прошлогодние работы где-то можно посмотреть? Да, они есть на сайте агентств стратегических инициатив. Если зайти на конкурс «100 городов», этот альбом можно скачать, посмотреть, познакомиться. Вот если кому-то интересно, как вообще двигается этот конкурс по стране, можете заходить на сайт. Можете заходить на сайт и можете следить и на сайте Вятского государственного университета тоже за тем, как будет развиваться этот проект. Да, и вот здесь же еще, если, послушав сегодняшнюю передачу, проникшись результатами голосования, появится желание приобщиться к этому проекту, то на сайте вуза есть баннер проектного офиса СевятГУ, можно написать туда и дальше мы найдем возможность... Студентам быть не обязательно. Нет, найдем возможность как связаться и договориться, обсудить форматы взаимодействия. Как ваши идеи воплотить в жизнь. Благодарим наших гостей Виктория Крысова, заведующая кафедрой дизайна и изобразительного искусства Вятского государственного университета и Константин Бажин, проректор Вятского госуниверситета и куратор проектного офиса СевятГУ. Первый час на этом завершается. Вернемся через 20 минут.